Добрый день, дорогие мои подписчики! Сегодня у нас конец зимы уже, и мы пошли в лес. Все-таки мы настроены найти зимний гриб. Зимние грибы, они уже отходят, но все-таки есть. Вот что мы нашли. Самое первое, то, что я вам и показывала, мы нашли трутовик. Ну, как я вам и ранее рассказывала, трутовик – это грибы, которые растут в основном на древесине. Трутовик – это гриб-паразит, который в основном растет на деревьях уже неживых. Вот мы в данном случае нашли вот такие вот трутовики, которые я посмотрела в Википедии, называется трутовик жестковолосистый. Я еще такого не видела. Все дерево облеплено ими, и они растут один на одном. Вот таким вот чешуйчатым способом. Их очень много, они белые. И видно, что вот, да, грибы-паразиты, но это вот такие вот есть трутовики. Именно сейчас, в зимнее время, они себе спокойно растут. Далее теплое время, уже период теплый, не очень-то они растут, любят влагу. То есть это те грибы, которые растут, зимой не пропадают. Пришло немножко солнышка, влажность, и они далее опять растут. Если на них посмотреть ближе, они даже более похожи на... Есть такой трутовик разноцветный. Они идут вот разными цветами, полосами. Белые сверху, и далее разноцветные полосы, но более такие вот под деревом. Ну, все-таки, конечно, это жестковолосистая и трутовик. Они очень плотно сидят друг на друге. И полностью все дерево... Все дерево заполонили, скажем так. И все-таки, друзья, мы нашли иудина ухо. Сейчас постараюсь вам показать, где они растут. Точно так же на деревьях. Вот, показываю. Похожи на ухо, поэтому так и назвалось. Коричнево-красного цвета и сверху такой вот волосистый как бы покрой. Покров такой. Прицеплены. И сама форма уха, настоящее ухо, поэтому и называется ухо иудина. Показываю вам с той стороны. Очень гладкое, но вот настоящее ухо. Есть такой вот легенда такая, почему назвали иудины уши. Вроде бы как иуда лез по бузине и упал. И кусочек уха оторвалось, и вот оно начало расти. С этого момента назвали его иудина ухо. Это съедобный гриб и даже на Востоке считается очень полезным и шиком ихней кулинарии. Китайцы его называют черное древесное ухо, а японское название означает древесная медуза. Употребляют вот это вот ухо, назовем его, да, иудина ухо употребляют как в сухом, в вареном, в разных видах. Сухой сам этот гриб, он работает как уголь активированный, выводит из организма все токсины. Поэтому на Востоке вот он так и ценится. Этот гриб выводит токсины с организма считается и считается полезным. Ну и еще и вкусным, пишут кулинары, что это интересный, довольно съедобный гриб. Вот я вам показываю, как он произрастает. Именно тот, который нашли мы. И на ощупь он такой мягкий, но точно, когда держишь себя за ухо, и вот он имеет тоже такое ощущение, когда его трогаешь. Ну а по-научному называется аурикулярия уховидная. Такие интересные грибы, мы о них очень много слышали, но ни разу не находили, либо же не обращали на них внимания. И вот сейчас мы все-таки задали с целью их найти, конец зимы мы их нашли. Далее, вот дело в том, что именно вот это иудина ухо, оно растет целый год. То есть приходит заморозок, замерзают, приходит весна, оттепель, начинает далее расти, растет постоянно. А на солнышке сразу засыхает. Еще один гриб, который мы нашли, это вешенка. Мы все прекрасно знаем, какая вешенка. Растет она в основном на лиственных деревьях, на пнях, на поваленных деревьях. И точно так же зимой замерзают, пришла весна и разрастается семьями. Имеет короткую ножку, споры, но очень питательный, очень... Это съедобный гриб. В вешенке содержится множество биологически активных веществ, которые могут предупреждать и лечить очень широкий спектр заболеваний. Это так считают некоторые ученые. Я вам показываю, как они произрастают. И только вот солнышко на них попадает, боятся ультрафиолета, как и все растения прямых солнечных лучей боятся. Поэтому мы видим, что вот те, которые мы нашли, мы видим, что они уже начинают засыхать. Я вам положила их на это дерево, где нашла. и показываю, что все-таки вот солнышко прямо попадает, и они уже засыхают. Ультрафиолета боятся все грибы. Я вам показываю, как вешенка уже чернеет. А это та, которая спрятана от солнышка. Свежая, хорошая. Показываю вам, какие мы нашли иудины уши на ладошке, чтобы вы видели. Мы никогда на них не обращали внимания, но прочитали, что очень полезен. На Востоке очень ценится этот гриб. И вот такие вешенки нашли. О вешенках мы знаем много. В супермаркетах продаются. Опенок зимний. Это тоже гриб, который растет зимой и далее весной произрастает, замерзает зимой и далее растет, не пропадает. В данном случае мы нашли его в пне винограда. но видно, что уже уже увядает. Мало, не хватает ему здесь влаги. Друзья, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok